Приветствую вас, чтобы стабилизировать свое отношение, вы можете начать с лучшего взаимодействия со своими чувствами, которые сейчас у вас очень сильно хромают, на мой взгляд. Дело в том, что быстрый темп жизни, как правило, связан с тем, что человек от чего-то бежит. Вероятно, вы бежите от себя сам, вы бежите от своих чувств, от того, что, к примеру, не можете или боитесь себя принять. Собственно, сама идея, сама мысль о том, что без мужчины вам плохо, означает, что вы, с одной стороны, сравниваете себя с другими людьми. Одно-чистоятельно ориентируетесь на чужие ценности, чужие идеи, чужие идеалы, именно свои. И, с другой стороны, вы в чем-то нуждаетесь. В чем-то нуждаетесь, и достаточно сильно. Для чего вам и нужен, на мой взгляд, мужчина. Из-за чего вы и стяготеете, на мой взгляд, к мужчине. Ну и глобально есть какое-то такое вот отрицание своих чувств, отрицание своих эмоций, отрицание своих желаний. Вот. Хотя, совершенно очевидно, что все это есть, и все это вас не может не беспокоить, не может не мотивировать к себе прислушиваться. Тем не менее, вот, вы к себе все же прислушивайтесь к меня в полной мере. Игнорируйте и обесценивайте то, что вы ощущаете. Вот. Дальше. Вы сравниваете себя за другими людьми. Почему? Потому что вы оцените их точку зрения и их позицию сильнее, выше, чем свою. Почему так? Вопрос. Связано это, как правило, с тем, что человек находится в некотором отдалении от своих родителей. Не имею возможности задать родителям все вопросы, которые человека, в данном случае, вас беспокоят и интересуют. Вот. То есть, вам мужчина здесь нужен. Или потому что вам плохо одной, и потому что вы сравниваете себя с другими и видите, что, ну вот как же так, вот у всех мужчин есть, а у меня мужчины нет. Это неприятно. Для вам. То есть, проблема здесь вот такая. Проблема гармонии, внутренней гармонии с собой также присутствует, потому что, а, ну, вам плохо. Наедине. Наедине. Наедине с собой. Вам плохо одно. И все эмоции вы, только потому что, пишите, держите в себе, что тоже не может быть полезным для вас. А то, что вы испытываете сейчас, то, что вы переживаете сейчас, это, в общем-то, следствие этих проблем. Возле там, следствие вашего, например, страха быть, ну, например, быть непонятым, быть отвернутым, как вариант. Ваш страх быть, слабый, возможно. Так, хотя, конечно, в этом я не уверен. Так, значит, вот вы пишите, что последние два года принимаете антидепрессанты. Ну, опять же, антидепрессанты не решают, что тут, проблему. То есть, ваша проблема, она не в антидепрессантах, не в том, что пытаются скорректировать антидепрессанты. Что касается взаимодействия мужчин, то здесь страх близости очевиднейший. Видимо, какая-то проблема в модели женского поведения и восприятия мужчин. Вот. Вместо того, что вы прорабатываетесь в момент, вы просто убеждены себя в том, что солнце вам хорошо работает. Вот. Ну, опять же. Если вы посмотрите на то, как вы воспринимаете мужчин, да, да, как вы их видите, что они для вас из себя представляют и прочее, прочее. Я думаю, что ситуация вам станет куда более понятной, куда более явной, куда более естественной. То есть, вам, основная проблема, как мне видится, вам не хочется делать мужчину счастливым. А воспринимаете вы того же мужчину, ну, больше как следствие достижения цели. И пытаетесь выбрать себе, так сказать, подходящего человека. Что, конечно же, получается, ну, мягко говоря, не всегда. А если говорить уж совсем откровенно, то получается, как рано, такая история. Редко. Редко. Редко бывает такая история, когда является, ну, так вот сказать, подходящий человек. С которым вам, угодно, который вам прям вот подходил. Ладно, такого не бывает. Особенно, если сам человек склонен к себя отпрыгать. Ну, ну, по сути, я по сути делал так, как вы к себе относитесь. Так, как вы себя воспринимаете сами. Вот. Так что, на мой взгляд, на мой взгляд, работать вам непосредственно нужно вот в этих направлениях, которые я озвучил. Вам. Вот. И. Постепенно. 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 Ситуация будет становиться лучше. Для вам. Но, повторюсь. Только при условии, если вы будете сами, надо с тобой работать. Вот. Если вы не будете этого делать, то я боюсь, что ситуация не улучшится. Вот. Я боюсь так. С целым. С целым. С целым. Не знаю. Как вы работали. Психолог. И. Что конкретно вы делали. Может быть. Ну. Может быть. У вас. Брата. Неудачно. Вы выбирали. Специалистов. Вот. Такое в принципе. Бывает. Брат. Но. Тем не менее. Проблема на самом деле и не в мужчине. Да. Вот. Проблема исключительна в том, как вы воспринимаете себя. Как вы относитесь к себе. Потому что вот. Когда вы говорите, что я бегу. Ну. Бегу. Бегу. Что я очень быстро живу. Вот. Это. Все. Конечно. Демонстрирует. Некую. Вашу. Потребность. Скажем так. Избегать. Сего то что вам. Ну. Неприятное. Что вам страшно. Что вы пытаетесь. На что вы пытаетесь закрыть голову. Вот, и по большому счету вы просто, ну, убегаете, по большому счету вы просто убегаете от самой себя. Вот. Можно, конечно, можно продолжать в таком же ключе действовать. Вот, но лучше ситуация от этого, к сожалению, ваша ситуация, к сожалению, лучше от этого не станет. Просто, потому что, само собой, все получается крайне, таки, ред. Это неприятно, и я знаю, что это неприятно, но это чистое право. Вот, эм, значит, соответственно, соответственно, я надеюсь, что мой ответ вам поможет. Я надеюсь, что для себя вы обязательно увеличиваете что-то полезное. Из моего ответа, хотя у вас тут довольно очень бурно, и вообще у меня такое ощущение, что вы хотите вновь, вот, любимыми силами, правдами и неправедами, вернуться в то состояние, в котором вы были до этого. Вот. Вот. Если это так, идея очень плохая, хотя вам и, вне всякого сомнения, страшно будет помыться. Да. Какие-то вещи поменять тоже придется. Какие-то вещи изменить придется, какие-то вещи вам стоит пересмотреть, это всегда страшно, но с поддержкой психолога вы сможете со всем этим разобраться. Если, конечно, у вас будет такое желание. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.